Ты веришь в экстрасенсов, в гадалок? Нет, я верю в хороших психологов. Психотерапевт? Или психолог? Слушай, ну они же со мной, хотя с другой стороны, они же со мной проводят сеанс. А иногда даже и не один. А иногда я им плачу больше, получается, чем... Чем они тебе. Они мне могут еще платить, а что так можно? Что так можно? Когда ты пришел к психологу, настолько ты ему понравишься, что он начал сам тебе платить, за что ты приходил к нему. Слушай, ну это... Вот по поводу того, чтобы мне начали платить за то, что я пришла на сеанс, это как-то очень... Сюжет, знаешь, из Бразерс такой. Как-то знаешь... Хорошие фильмы там. Либо Ролеву. Да очень, очень. Ну мне первый вопрос, как у тебя вообще поменялась жизнь после того, как ты в Москву переехал? Слушай, она приобрела новые краски. Вот абсолютно новые краски. И удивительно, конечно, столько людей встречаю, столько интересных знакомств, столько фестивалей сразу, и столько работы появилось. Но я же говорю, жизнь приобрела столько красок. Стали доступны новые наркотики, да, поэтому жизнь приобрела столько красок. Вот. На самом деле куча всего интересного произошло. В основном, наверное, встретилась с огромным количеством людей, светлых, позитивных, классных, с которыми по сей день продолжая общение. И самое главное, что Москва это тот город, который объединяет людей, вне зависимости, что это там в фестивале, какая-то работа и так далее. Поэтому в тяжелое время как бы объединяет людей сразу. Конечно, конечно. Так что, многие спрашивают, я неоднократно слышала, когда ты будешь переезжать во Москву. Я? Именно. Не знаю. Ну, как понадобится, наверное, так и перееду. А так... У меня, видишь, у меня же все просто. Моя работа очень хорошо связана с тем, что вот есть компуктер, и все. И, наверное, наверное... Ну, сейчас посмотрим, сейчас мы поговорим. Может быть, и завтра же билеты куплю. Слушай, да с твоим темпераментом у меня ощущение, что ты себя приуре не будешь чувствовать одиноким. Ты сейчас прибедняешься просто. Нет, у меня только что в рукоблусстве обвинила, я не пойму. Не в рукоблусстве. Ну, ой, Господи. Я... Вот, с кем поведешься, того и наберешься. Я поняла, что я начала смеяться, как делюкс, как чайка. Ой. Ой, надо же, никого не пробил. Ну, нет, я не в рукоблусстве, я же думаю, что у тебя много друзей. С которыми ты можешь провести время. Разве нет? А я к тебе в город переехал, у меня нет друзей. Развладить, я думаю, как бы сказали свингеры, нам нужны еще люди. Не, ну это полайк как бы. Ой, что слез давно я так не смеялась на стриме. Дима, ты лучший во всем. Да. Ну, лучше в пиджаке плюс пятьсотку скоренью. Да не надевай пиджак, вам ребят, секс, Дима. Жарко будет. Плюс пятьсотку скоренью. Да ты такой... О, я весело. Слушай, а можно вопрос другой задать? А когда ты последний раз высыпался? Сын, начнем. Не, ну в январе я был, высыпался. Я помню, даже вырубился на 11 часов как-то. Я помню, ты еще и самолет пропустил. Вот, кстати. Было дело, было. Ты пропустил самолет? Минус 18 тысяч с бюджета. Ты бы просил мне такое? Конечно, я же с пониманием отношусь к тому, что ты не спишь, не ешь. Нет же, я же рука как бы, вот, я не сплю и приходится заедать. Смотри, назови, знаешь, что я хотел, вот, что я хотел. Какой самый безумный поступок ты совершал ради молодого человека? Просто на будущее я искренне надеюсь, что эта история смотивирует тех людей, которые боятся подойти первыми, написать первыми и вынуждены страдать. Продать вместо того, чтобы что-то сделать. Дело в том, что я всю свою жизнь общалась больше с мужчинами. Но у меня не клеятся отношения с женщинами дружеские. И именно с мужчинами я нахожу общий язык, который, в общем-то, перерастает в большую дружбу. Следовательно, я приехала после Казани, это был первый курс университета, я приехала после Казани с форума. Меня очень жестко там вы и высушили, чтобы я провела такой же форум у себя в Пензе. А так как я понимала, что я не смогу этого сделать, я была очень раздражительной. Вечером нас пораньше отпустили с пары, я пошла до вокзала, просто решила прогуляться на минутку, это минут, наверное, 20 от универа, следовательно. И я шла почти полтора часа. Сажусь в маршрутку, у меня в кулачке 15 рублей зажато, и я сверху слышу голос откуда-то, непонятно, вам рубль нужен на дорогу, ну, на дачу. Поднимаю голову, сидит молодой человек, приятной наружности, с приятной улыбкой. Я такая говорю, да, нужен, он мне дает рубль, я его благодарю, и мы едем. В общем, суть такова, что в первый раз я почувствовала какую-то неловкость, такое ощущение, что на меня кто-то смотрит. Я поворачиваюсь, он сидит, смотрит, улыбается. Я так на себя посмотрела, говорю, господи, неужели где декольте, штура стекнулась? Я сразу себя быстро проверила, второй раз повернулась, и на третий раз я сама начала улыбаться, и настроение сразу же поделось до небес. Ровно он сошел на своей остановке, не познакомившись со мной, и я уехала домой. Через месяц я села в маршрутку, открывается дверь, и как в сказке стоит молодой человек бывший. Посмотрел, в маршрутке мест не было, и в итоге я сошла на его остановке, потому что чувствовала, что я не смогу его больше увидеть. И я просто в каком-то состоянии шоковом сошла и ждала его, стояла, потом подошла сама к нему, чтобы познакомиться. Спустя месяц, не знаю, увижу я его или нет. Ну, это, наверное, самый такой безумный поступок, потому что я никогда ради молодого человека ничего такого сумасшедшего не делала. В общем, никогда не бойтесь отказа, никогда не бойтесь какого-то личного поражения, и я уверена, что если вы один раз рискнете, будете посмелее, и ваша жизнь будет гораздо ярче и насыщеннее. Вот, вот так. Прикольно, тупо слезы пошли. Ну нет. Всего чата, весь чат плачет теперь. Не, не надо. Не надо. Я тут недавно панду увидела. Слушай, это лучше, чем секс, я тебе отвечаю. Потому что они такие крутые, они невероятные. Люди, которые не видели панк, не видели счастье в своей жизни, я, бляду, и увидела. Я, бляду, и увидела. Я, бляду, и увидела. Я, бляду, и увидела. Я, бляду, и я, блядусь, я испытала такие эмоции от этого. Они такие милахи. Я, я успела как раз в момент кормежки, пока они кушали. Они, они едят даже так же, как и я, они чавкают. От удовольствия, от удовольствия. А такое бывает крайне редко. Блин, надо меньше говорить. Мы с ней все нормально, прекрасно, как много говоришь. Мне нравится. У нас с тобой самый первый стрим, кстати говоря, который был. Я там вообще, блядь, вообще нет, даже пару слов не сказал, я слушал. Нет, ну было прикольно. Да, вот зрители сказали, что литературка. Для тебя вообще статистика важна при выборе, при выборе мужчины? Ну, мне особо-то статистику на первом свидании так-то не показывает никто. С телефона прикинь, оп, такой показывает, смотри, скиловичок, 62%, 2500 на аккаунте, при этом аккаунт старый. А, посмотри, сессию за последнее. 4500 на топах, а? И ты такая, ну, нифига себе. А сколько, говоришь, у тебя топов было, да? Главное, чтобы... А на арте играл, да? А на арте играл такой, ну да, было. Ну все, до свидания. Ну нет, ну почему, ну как это, у меня профессиональная, как бы, у меня артиллеризм, муж артиллерист. Кроме всего прочего, у меня папа в артиллерическом училище обучался, следовательно, у меня, как бы, это, ну... Ну, я думаю, не стоит сравнивать артиллеристов, которые военные и танкистов из игры World of Tanks. Я это все примешиваю, чтобы не было сантиметра, обидно, если он подсмотрит этот стрим. Вот, поэтому, не, как бы, арта меня не смущает, я арту не хочу. Я хочу больше крупнокалиберной ПТ. Ага. Ты ревнивая? Только честно. Я предпочитаю считать, что нет. Так, а на самом деле? Ну, я предпочитаю считать, что нет. Вероятно, я просто никогда в своей жизни настолько сильно не любила, чтобы прям ревновала человека. Я предпочитаю доверять. Если человек захочет изменить, он это сделает. Какой мне смысл себя накручивать ради того, чтобы потрепать себе просто нервы забесплатно? Зачем? Поэтому вряд ли. Ну, то есть, я не люблю парить мозг. Зачем? Это не та профессия, которой бы я хотела заниматься, когда вырасту, скажем так. А ты? Я, ну, так, мне кажется, поскольку постольку. А в телефоне в моем ковыряться будешь? Нет, не люблю это дерьмо. Я не люблю, когда у меня ковыряются. Это последнее дело. Но есть какое-то право на частную собственность, в конце от концов. Ну, в смысле? Если ты попросишь у меня телефон, например, грубо говоря. Да, вот я приду и скажу, покажи мне свой телефон. Покажи мне свой телефон. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, блин, а смысл мне приписываться с посторонними мужчинами на интимную... Если у меня есть свой мужик, с которым я могу этим интимными темами заняться. Чего мне напрягаться? Нет, я тоже считаю, что это сам... Ну, не нравится уходить? Да, телефон, нет, телефон это такая довольная, очень личная вещь. Поэтому у меня стоит Face ID. Ой, это, кстати, элементарно сломать, насколько я знаю. В Инстаграме столько советов по этому поводу. Да? А потом у меня пароль сразу еще есть. Ну, тут уже посложнее, Дима. Это уже задачка со звездочкой, скажем так. Смотри, какая вероятность выше, что ты сломаешь или разобьешь что-то в квартире в момент ссоры? Никакой, я очень ценю вещи. Или в момент страсти. Вот тут уже попросту и поинтереснее звучит. Потому что во время ссоры нет, мне жалко казенное имущество. Кроме всего прочего, а если в момент интима, ну, разбилось и на счастье, значит, пора новый покупать. То есть, ну, это абсолютно две разные ситуации. В момент ссоры я этого точно не сделаю. То есть, я ни разу в момент ссоры ни в кого ничего не кинула. Кричу я, может, громко, но это происходит так редко. Я же говорю, я не люблю конфликты. У меня непонятно, как люди могут ораться. Блин, ребята, я не знаю, сколько сейчас у тебя лайков, но уже 4200 с лишним лайков. Представляешь? Я в шоке просто, ребята. До свадьбы женился бы. Я так же думал про свою жену. Я могу... Ну, то есть, я с легкостью всегда могу подтвердить ту или иную информацию. Где-то пруфами, где-то я готова сесть на полиграф. То есть, ну... Сесть на что? Ну, детектор LG. А, я думал, у танкестов шутка про бутылку всегда. Ну, там ты априори скажешь правду. Можно обмануть полиграф, но бутылку ты не обманешь, Дима. Так что, нет, тут такое, такое. А если вот я буду лежать на диване, чесать пузо и попрошу тебя тапочки принести, ты принесешь? Не помню, чтобы я записывалась в собаке, но... Как бы... Ситуация такая, понимаешь? А по какой причине ты будешь лежать и чесать свое пузико? Ну, просто ленивый тварь. А на сколько долго... На сколько долго твою амплуа затянется? Который встать не может с кровати даже. Ну, не, подожди, а сколько долго амплуа затянется? Вот сколько мы будем играть эту роль? Ну, я хочу задать этот вопрос заранее. Ну, не знаю, всякое в жизни бывает. Может, мне что-нибудь... Потеряется мотивация, например. Потеряется мотивация, но сложно, на самом деле, потерять мотивацию человека, который работает постоянно и как бы трудится, пытается сделать что-то полезное, важное и так далее. Это очень сложно, я считаю. То есть, если человек пчелкает родоголик, он не будет просто так стоять на месте. Или по какой-то причине сложит крылья. Это не в его темпераменте. А я почему-то уверена, что ты крылья не сложишь. Так что давай, может, на себя наговаривайся. Как тебе такой вариант? Так ты тапки принесешь или нет? Вот что. Блин. Да, ладно. Ну, таптуйски в состоянии, конечно, принеси таптуйски. Пожалуйста, принеси таптуйски. Пожалуйста. А за ушком почешешь? Не только могу почитать. Ну, не каблук, ладно. Ну, хорошо, да, конечно. Не каблук, говорит. Может быть, и ты мне принесешь таптуйски. Может быть, у нас будет честный обмен, бартер. Просто я тебе свои тапки отелю свои. Сколько должен зарабатывать мужчина в месяц, чтобы ты себя чувствовала комфортно? Я почему-то так и знала, что этот вопрос будет задан. И уверенно. Но этого нельзя отрицать. Смотри, ты хочешь пойти в салон красоты, например, с девушкой, это стоит денег. Ты хочешь на тренировки, это стоит денег. Ты хочешь продукт купить, это стоит денег. Ты хочешь друзей поздравить с праздником или помочь близким, это тоже стоит. Это нельзя отрицать, что сейчас все это дорого-богато. Так что, чтобы ты себя комфортно чувствовал, уверенно. Сколько мужчин должен зарабатывать вообще? Слушай, Дим, этот вопрос для меня всегда таким камнем прекновения был. Сейчас объясню, почему. Потому что недавно я посмотрела видос, я не знаю, насколько он постановочный, но у девушек в Москве спрашивали, сколько ваш мужчина должен зарабатывать, чтобы вы с ним были и встречались. Ну, то есть, чтобы вы с ним были вместе. От названных, конечно, сумм, меня просто шокировали эти суммы, то есть, там, по 200, 300, 500 тысяч, кому-то и миллиона было мало. И, понимаешь, в чем дело, я искренне удивлялась тому, как отвечают девушки. То есть, мой мужчина должен зарабатывать 200, 300 и выше. То есть, получается, как будто это абстрактное какое-то понимание. Мужчина есть, но он где-то, его пока рядом со мной нет. А я пока кручусь, как могу на десятку в месяц. Ну, то есть, образно. Да. Но появился мужчина. Но появился мужчина, и в данном случае я понимаю, что... А почему мы не можем это делать вместе? Но почему мы не можем... Вместе зарабатывать? Вместе заработать, зарабатывать. Почему именно я должна предъявлять к нему какие-то определенные требования в отношении финансовой истории? И это все хорошо. И это все красиво звучит. Сколько? Да не буду я отвечать на этот вопрос. Я не знаю. Я не знаю, Дим. Ну, вот, обрет, 10 тысяч, если мужик зарабатывать, тебе достаточно было? Ну, ему достаточно? Вопрос. Если ему достаточно 10 тысяч, то пусть потом не предъявляет мне претензий, что я зарабатываю больше. Если мне с человеком хорошо, окей. Но если ему достаточно 10 тысяч, и он не хочет дальше развиваться, ну, тогда в будущем не задавай мне вопросы. А тебя это устроит тот факт, что мужчин не хочет развиваться. Если мне с ним хорошо, да? Если мне хорошо с этим мужчиной, да? Где-то здесь подвох. Я не могу понять. Нет, здесь нет подвоха. Это его деньги, он их зарабатывает. Я к ним не имею никакого отношения, как он к моим. Но, если мы живем вместе, если мы семья, если мы семья, значит, у нас есть какой-то общий бюджет. Сантиметр, закрой уши. Значит, у нас есть какой-то общий бюджет. Ну, мне хорошо с этим человеком. Почему я должна упираться в финансовую составляющую? Меня не покупают, меня не продают. Мне просто с ним хорошо. Если в будущем будут вопросы в отношении того, что почему ты больше, а я меньше, ну, значит, настало время куда-то идти вверх, расти, я помогу тебе, если ты этого захочешь. Вот и все. Да, конечно, конечно. Все, спасибо тебе, Ангелин. Увидимся. Давай, целую. Пока-пока. Пока-пока.